Всем привет! Меня зовут Егор, вы на канале QuasDD и сегодня в ролике у нас Коллапс на Слардаре. Всем приятного просмотра! Итак, давайте к закупу. Он купил себе гантель, цирклет, танго, топор и две ветки. Далее хочет делать себе брейсер и докупить стик. Аспект у него на ультимативную способность, а на первом левеле скорее всего возьмет себе стан для комфортной игры на линии. Итак, вместе с ним у нас на этой линии будет играть Братрум. Братрум – это отличная четверка, но в сочетании вместе с Слардар и Барра довольно слаба, как по мне на линии. А вот против них у нас на этой линии будет играть Нага и также ЦМка. Два сильных, метовых и жестких героя. Давайте посмотрим, как Коллапс отыграет у нас этот матчап. Вообще, против него у нас в этой катке будет играть Радан в скобочках Ятора на Наге и также Мира на Бэтрейдере. Игра обещает быть очень жаркой. Миличника не добил, неприятно. Рэнджа через стан, хотя даже так можно пробовать. Пытается стянуть линию на своего рэнджа, задонайт его и дальше добить вражеского через стан. Хорошо. Пытается занять место в центре карты, стянуть линию туда же. У ЦМки левел 2. Нужно быть аккуратным. Скорее всего, будет Колба и также Нова. Есть килл потенциал. Нужно быть супер аккуратным. Риптай также у Наги. Ой-ой-ой-ой. Итак, доносит тебе Брейсер и также Хилл в виде танго дополнительного. Далее ставит себе Сауринг. Довольно интересно, кстати. Хочет играть на агрессию, я так понимаю. Есть левел 2 у Коллапса. Взял он себе Баш. Окей. 10 на 2. Вот я Тора. Вау просто. И 7 на 2 от Коллапса. Неприятно, конечно. Я Тора жестко доминирует Коллапс. Ничего не может поделать с этим. Ой-ой-ой-ой. Отвели на Большой. Не понимаю, зачем. Так это все для Коллапса, что ли? Ой, приятно так как. Ребята, спасибо большое. Может быть, так будете делать почаще? Очень хорошо. Фулл золото. Фулл экспа для него. Великолепный просто. Колба. Мова. Гранатка на Коллапса. 100 хп остается. Выживает. Ой-ой-ой-ой-ой. Но ресурсы-то все выбили. Вот то, о чем я и говорил. Невероятно сильная и опасная линия. Стики себе тем временем доносит. Но как будто маловато. Стан взял в 2 в дальнейшем Коллапс. Линия запушена. Потавр. Я Тора заходит. Пытается донать. Нажимается глиф. Меняется у ринг на ПТ. Угу. Окей. Хороший стан. У рейджа не добил, это неприятно. Выравнивает у нас линию Коллапс. Шикарно. Просто 16 на 2 от него и 18 на 2 от Я Тора. В общем, все довольно неплохо. Я думал, где-то много хуже Тора. Подставляется. Ну нет, там нету дальше продолжения. Ничего нету. И просто отпустили его. Разгон. Нет, 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 нет. Ждут пока. Хорошо. Доносит тебе очередной хил в виде танка и также тапок для большей мобильности на линии. Четвертый уровень. Взял ускорение. Разбег на ЦМку. Ну там по Тавр заходить сложновато. Больно было бы. Урона бы явно не хватало. Но Баратрум подставляется. Сетку ловит. Неужели хватит урона? Неужели хватит урона? Плюс Колба залетает. Стан. Должен быть от Коллапса. Но нет, нет, нет. Баратрум должен выживать. Ребята. Не стакнулись они, конечно, здесь. Немножко разгон был зря нажат. Коллапс не поверил почему-то в своего тиммейта. Хотя вроде бы. Возможно бы. Хватило бы урона. Но не факт. Ну ладно. Хотя там нова. Там плюс сетка. Сложновато было бы убить, конечно. Понятное дело. Меняет еще раз закуп. И далее ставит Сауринг. Все-таки с тапком на Сауринг. Окей. Пятая минута. Давайте посмотрим по натворцам. Видим, что Пангольер. Первое место. Далее Сларк. И потом Слардар. Вот оно вот. Потом у нас Забримастер. И также Нага Сирена. Но Нага раскроется чуть попозже. Когда купит ПТ. Когда уйдет в леса. И просто-напросто будет фармить, фармить. Еще раз фармить. Данный герой раскрывается со временем. Набирает нереальное количество золота за считанные минуты игры. Пятая минута игры. Скоро будет шестая. Активка. Плюс лотус. Суппорт уже стягивается под мид потихонечку. Я уже вижу. Играют там рядышком. И коллапс остается в соло против Родана. Все-таки меняет и выход дальше Сауринг. Фейсы. Вот оно что. Агрессивный Слардар у нас будет на урон. Окей. Окей. Шестая минута. Лотус для Родана. Хорошо. Плюс активка для Меры. Далее Максит Стан. У нас коллапс. Сауринг себе доносит. Танго кушает. Выставляет его на панель. Ой-ой-ой-ой. Пошла атака. Родану очень больно. Отбежал. Вот так вот у нас. Родан скорее всего бежал в леса. Дальше хочет. Будет точнее фармить линию и леса в дальнейшем. Он уже level 5. Там иллюзии замакшены. Плюс рептайт. Шикарно себя чувствует. Клапса 6 уровень. Совсем скоро. Есть рожки и потенциал также. Если что. И можно стянуться на каком-нибудь линии. Попробовать кого-то убить. Есть метка. Есть ульта. Хорошо. Почему бы и нет. Как будто бы, мне кажется, с его суппортами, с Баррой, с Бэйнером, можно было выйти в даггер. Ранние довольно-таки. И просто-напросто с ними бегать и убивать. Потому что Бара хочет файтиться, Бэйн хочет файтиться. И почему бы и нет. С Лордаром. Шикарно вообще. Хотя довольно слабая пятерка. Бэйн, как по мне, есть только ульта. И на этом все. Как будто хотелось бы быть более активным. Разгон. Плюс стан. Нашли настоящего. Есть метка. Неплохо. Светит. Пятый уровень у нас у Родана. Без шестого есть ультимативная способность. Убивает Братрум. Вот тут у нас Бримастер. Стягиваются. И коллапсу приходится отходить. Хотя... Ой, суван. Плюс ловит его. Ну там сетка, скорее всего, стяжка будет. И никуда он не убегает. Отсюда уж точно. И это смерть для коллапсов. Исы нажимаются. Сетка, 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 сетка. Где же сетка? Сетка есть. Вон гольер. Хорошо стягивается. Ультует. Ну коллапс не выживает. Это вразмин убивает Беста. Неплохо. Разгон. Неплохо доджет у нас Ятора. Просто под таймингом работает невероятно. Пангальера. Подцепили. Там будет сетка у Родана. Нужно быть аккуратным. Пангальеру очень больно. Цемка есть. Мана есть. Все. Нужно быть аккуратным. Там же Ноба. Там же Колба. Там же все у нас есть. Ай-яй-яй-яй-яй. Патавр заходит. Плюс сетка. Плюс стяжка. Очень больно. Мана урона. Прям не хватает. У нас Пангальер невероятно. Долго живет. Разбег. Цемку убивают. Отличная игра от Баратрума. Просто. Что творят? Что творят? Дальше пошли за Нагой. Ой, ну это смерть. Смерть для Родана. Коллапс прибегает. И просто мстит Родану за все, что он делает. Дальше пытаются пойти на Инвокера. Инвокера убить. В идеале вообще. Под Т2 заходит опасно, конечно. Но там Слип от Бэйна. Бэйн у нас также здесь. Стан. И стан. Дабл Килл для коллапса. Вау. Вот это сильно. Девятая минута. Просто невероятные файты. Под Т1. В топе. Под вражеским. Ёшкин ты кот. Что мы видим, ребята? А что так много урона отстану? И вы сделали сильнее? Замедление. Намедление атаки. Длительное замедление 6 секунд. Цена соглашения 0,8. Довольно неплохо, я бы вам сказал. И урона достаточно классно. Блин, сильный суп. О, сильный герой у нас, кстати, в харде. 5000 в 10-й минуте. Вот это да. 4500 у Пангольера и 4200 у нас у Сларка. Далее ставит себе пайп. Хочет отыгрывать более на команду, да. Но это логично, да. В этой доте, в этой мете сейчас именно так и нужно играть. Восьмой уровень играет по скиллам 1-4-2-1. Замаксил стан, далее максит баш. Для жесткой доминации вообще на карте. Хотя через пайп играя, не понимаю зачем так делать. Но ладно, видимо. В дальнейшем это бы дали бы свои плоды. Но вообще, мне кажется, надо было играть через даггер, через более агрессивную доту. Играть вместе с барой. И просто-напросто доминирует, доминирует, доминирует эту катку. Плюс еще, плюс у нас нага, которая хочет фармиться. Коллапсы цепанули. Не, ну тут уже никуда не убегает. Плюс еще стягивается бетик. Отличная граната от него. И отличный выход от СМК плюс мира. Великолепно. Немножко заигрался у нас коллапс в топе. Это он любит делать. Не почувствовал момент. И отправился в таверну. Наказали его за это. Как будто вот даггер, БКБ, Кираса, Агонин, Сия. Идеально садятся на этого героя. Ну вот пайп. Да, на команду хорошо. Да, в бетик, в ЦМку, в инвокера шикарно. Ну блин, даже не знаю. На этом, возможно, медленно. Не вижу агрессии. Субтитры сделал DimaTorzok. максимально играет коллапс на свой фарм не подставляется пытается хотя бы не подставляться играет максимально в топе нашли роддана но там слит нужно об этом всегда помнить м к на подмогу но тут куча станов куча контролей и что-либо сделать невероятно сложно невероятно роддана находит вардов не хватает и мне кажется стоит сместиться на нижнюю линию для него же играть снизу погонять сладкий просто забрать вражеский лес это я продам советую но хотя он знает лучше где и что и как ему фармить естественно дважды чемпионы то что можно сказать просто это самое логично если команда агрессирует вражеская то лучше всего уйти на нижнюю линию фарм снизу фарм с леса и плюс еще он читав и кажется нога с 5000 с яши это может сделать хороший выход в центре от коллапса реализация у нас сабли великолепно просто дали выхода в пайп все-таки не меняет да и собирает его же далее выходит сразу же на т1 товар в центре снесли в топе дальше сносит в центре плюс кстати 10 уровень по талантам пока ничего не играет играет максимально вы скиллы вот она вот рода нам опять ловят в топе разгон никуда он не улетает коллапс тут как получилось там слип был скорее он уже да да скорее всего слип ладно убежал ладно заселился а что будем делать дальше а как будем дальше отыгрывать пока непонятно конечно занимает у нас вражеский лес команда реазиантов и начинает максимально доминировать уже на 14 минуте игры коллапс занимает нас лидирующее место 7500 он имеет нажимается смог от команды реазиантов и коллапс это неинтересно да он хочет фармить фармить еще раз фармить байна ловит смог в ответ сразу же нажимается и по моему выход на старку старка 7000 золото куда он вообще будет выходить мы числе рта и плюс орбит коррошин видимо на на доминацию на как будто стоит будет купить дефуза здесь или же молнию в ногу зацепили пангольера и это отличная ответка от команды дар шикарно просто убили пангу били бэйна дальше идут забрать ром и его также скорее всего накажет и отправят в таверну это довольно неплохой ответ и преимущество прям в ноль сводится плюс еще у нас я тоже начинает фармить фармить и фармить хотя тут без мастер невероятно богатый человек у него есть уже аганим мир уже есть даггер так что у команды дар есть хорошая ответка не все так однозначно выход на инвокера ну тут мира дано по цели пусть есть также рядом отлично телепорты от команды диан тапс там хотя бы убить без топать как мы там невероятно сложно отличный слеп у нас от ноги поцелил свою команду там старк спину врезается в инвокера пытаются убить и я тура вышел на бэйна бэйна убил дашь нас коллапс клапсу также невероятно больно нажимает он стан пытается хоть как-то отбежать стан нужно в иллюзии давать эти иллюзии как же жирно они сидят как же много ресурсов они забирают отличный ролл от пангольера далее идут заценка тему скорее всего кажут и размен только с упортом 16 минута активка надо посмотреть где какая руна щита снизу не коллапса заберет у нее для себя хорошо и пока ждем было все довольно неплохо кстати один в одного вот старк на видел да это конечно сказалось топ-2 нетворса был в таверну отправили бист заполучал кучу золота день я день я ей да попробуйте убить этого еще писта в этом патче какой-то невероятный герой по саганимом очень сложно лапс плюс метка находит туда вот это о чем я вам и говорил лбу blink агрессия вместе с барой он разбегается коллапсу до стягивается но и просто напросто смерть вот этот пайп конечно на команду вроде как норм да не в паблике может быть хотя вопросов много итак у нас метка в 2 есть есть если что рожки и потенциал нужно об этом всегда помнить старт подставляется просто-напросто умирает да что ж ты будешь делать граешь уже второй раз просто так диффуза дальше себе поставить зачем было брать туда матч слэйер я не понимаю этого в нагу особенно матч слэйер звучит глуповато вообще кстати у него ранг 61 вау но чет играет как так себе конечно пайп тем временем для слайдера 9 700 у коллапса великолепный над ворс под гольер зацепили там же убиста из даггер и пайп тем временем ответка от коллапса ну либо даггер либо гоним чтобы выживать жить и как можно больше наносить станов и метку на команду чтобы сларк резал вместе с пангольером я только так это вижу ну что без даггера сложно а без агонима как бы выживаемость особо нет никакой до глипнер у пангольера хорошо есть дополнительный доп контроль в нагу это всегда приятно у него даггер сложно будет зайти спину да 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 вот и как вот и что гарпун ухты но все равно же даггер сбиваются я гоним шар до на стан чтобы висела метка ты все равно кидаешь метку хотя в ауле метка приятно в принципе на ногу хорошо хорошо агоним шар мне нравится далее ставится агоним тоже шикарно в принципе вот только пайт мне не нравится как будто мне кажется он замедляет его невероятно на файта вот по это пособой нету 18 на 11 пока пользу команды дарь 2000 не лидирует даже не знаю напали на инвокера по т1 товара про 600 вакер продали цемка прям но не помогла плюс сразу же пайп нажимается в ульце мки цемка просто ничего не делает пусть старт меня садится минус 2 хорошо идем дальше за без том писта нужно убивать метка у нас состоит и инвокер бай байк но какой смысл то уже если цемка и плюс без сдохли как-то непонятно реализация байбэка лишнее золото только 20 минута миру через ульту зацепить бестерзателя разгон стан ой 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 хватает рейджа всего и это конечный конечно для мира плюс далее аганин шар для команды рейдентов и аганин шарт для бэйна довольно неплохой кстати аганин шар тем временем сразу же телепортируется на верхнего терзателя и коллапс соло идет урона хватает ребят я вам так скажу урона предостаточно уй хорошо плюс сабара с аганин шардом приятно кстати я там увидел у горпун кстати тем временем для коллапса увидел что и радана уже есть орчит и монта нога становится все плотнее и сильнее что вообще кстати у нас по айтам грипп нир диффуза плюс мяч слэйр у сларка аганин убиста пока выхода в бкб плюс также есть у нас блинк даггер у мир есть даггер но какая-то реализация ультимативной способности слабоватенькая как-то он подвыпал в этой игре я вообще бы искал его нет инвокер тоже в центре но это прям слабо весел плюс медас на 20 как будто хотелось бы еще помнить айтам видеть еще раз и еще сверху аганин для командой какой аэгис для команды дар рошан и аэгис и для беста решили они сделать вот так значит да радану не отдавать и отдать бесту чтобы он шел 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 и танчу ну тоже разумно на самом смысле сразу же выход на т2 снизу команды рейдентов не готова и скорее всего дефать его также не будут отходит просто-напросто и видимо отдают этот т2 tower ok принимаем смог на нижнюю линию без телепортов желательно же обойти в спину ролл от пангольера зацепили радана вот т2 шикарно прыгнули команда продала просто такую ее ее всем каприз вылетает еще ставится пауза и бистова это конечно прям косяк из косяков цемкой настолько неправильно вылетела ее отправили в таверну точнее не и а радана рода лиценко вылетела на беста прыгнули а суппортов рядышком нет никто не поможет потому что видит их двое и сейчас беста просто-напросто убьют дважды великолепно просто я бы так сказал от команды рейдинг тем самым они просто-напросто камбэк эту тукатку по стенку также зацепили метку кинули ну там пайп ребята но вам урона не хватит ну вот и все смотрите урона 0 манник на 100 манник на 100 долго ждать метку метку на кинуть инвокера темку убили инвокера убили минус 4 сделали коллапс свирепствует великолепно просто в размет на 1 бэйна нет все таки хороший был выбор pipe зря я на него говорил а перекалет наценка просто не наносит урона бабки я команде никакой инвокер стенки просто выпали из игры кстати по талантам он взял правые таланты на десятом и на пятнадцатом ровно также далее выход постепенно погоним как будто можно либо стекли по прессе продать и быть открыли сауринг как будто сауринг похуже выглядит гоним шар тебе также донес 15000 у коллапса чувствуется великолепно и 8000 за команды reading ну что можно сказать как будто стоит пофармить свои шмотки выходить постепенно надо 2 сносить их убить рошана и просто постепенно пойти закончить эту игру зажимать вражескую команду ходить все вместе не подставляться лишний раз и все все просто star агоним в ногу ну как будто мне кажется он ошибается как будто вот нету молнии у сварка это все это косяк хотя у него есть команда вместо просто уничтожили в топе плюс снесли тир 2 товар ну collapse просто в соло можно сказать вытаскивать эту катку хотя вместе с с портами и с пангольером вот сварк вообще как будто не участвует в этой игре от слова совсем четыре минуты до рошана долговато конечно долговато тараска тем временем для радана хорошо фармить у нас радан на самом-то деле очень хорошо стримку нашли дополнительный стак для сварка приятно радан там в соло просто брат рума убивает тарадан да в дальнейшем скорее всего купите блуторн тоже логично командарь 1 постепенно сносите 2 товара без то опять ловит там уже сарк с агонимом прыгает из метров и станку спонгольер только резать авто веру только резать авто веру он только резать и в таверну его но это грустно видеть это прям реально грустно видеть тем временем кстати у нас я тар обгоняет и коллапса панетворцу 7 400 у радана и 6 и 16 800 у коллапса миру находит кстати вот мира вообще выпал в этой катке ну вот вообще вообще от слова вообще и возить не просто не видно где бегать с кем бегать как бегать хотя вроде активный суппорт с кем-то суппортами можно статкнуть у тебя есть инвокер у тебя есть цель путать бисмастер просто напросто нажимаете смог убивайте любых героев на карте вас хватит урона вы просто лидировали на протяжении 15 минут наверно так точно вас было все очень круто с блинками совсем урона бы явно бы хватало вот сейчас уже конечно тяжеловато 12 к лузать это многовато я бы так сказал погоним тем временем для коллапса теперь он стал еще плотнее просто цемка инвокер размен набор от рума даблкил для сларка вот потом пытается его убить но там невероятно вообще просто просто невероятно сложно он просто регенится нет вообще гениальная была идея очень много очень круто вот как как убить как убить этого ствардара очень много хп смотрите как его бьют долго но он выживает метку дал моя тора есть там через одну какой гарпун в это просто видели он просто с кг на низ упал тут садила просто 20 левел для коллапса взял правый талант кей на 100 хотя как будто на десятом стоило взять левый талант бегать а 8 секунд спринт 2 секунды устанта приятнее конечно был бы секунды чем 08 согласен ну что мы ждем коллапса убиваем рошана мы постепенно заканчиваем эту катку трудно мудрости я прям как сладко только коллапс об этом не знает вот у нас с парк включился грудали ему время просто-напросто режет всю вражескую команду заходит на хг и просто сделали минус 4 на ровном месте ну что тут поделать лотос в эту лоту знаете зачем чтобы снимать всем был торрент себя чтоб всякие стану неприятные дебафы и больше жить но больше сыграл здесь на команду на самом деле на себя на себя конечно было бы намного круче прикольно чтобы сладая просто бегал просто-напросто резал бы всех раков дезолятором там с молниями там в нагуе не знаю с кирасы бы с аганимом бы с дагием просто прыгал бы бум-бум-бум-бум очень классно но пришел ты гад на команду видимо либо просто тестит как лучшему играть если что как чувствует себя данный герой в этих героев что лучше взять что на лучше взять разумно тоже прошел через 46 секунд хотя смысла никакого добили мили бараки просто-напросто отошли там радан-то катер два тавра ломает диффуза для радана выхода в дисперсер окей тоже нормально кстати как будто стоило бы купить намного раньше не хватает не хватает не хватает ему аганим шарт для пангольера и у всей команды гоним шарды я все думал либо кирасу либо лотос ну это это надо ну вот суппортак вы бы собрали бы лотос было бы вообще бы идеально на самом деле а ты собрал бы кирасу и на команду шикарно и на пуш потенциала идеально и на fight вообще про сказочка блока и под ультимативную способность ровно также великолепно просто было бы выход на рошана у бэйна есть дагерь нажимается смог ставится хорошие варды подставляется немножко не подскан радан подставляется с бэн просто команды рядышком нету никто не поцелили ничего не сделали ну как будто закончили до упражнение резко минуту дородана без вообще выпал из игры взгляните только у него ничего за 10 минут не появилась за 12 инвокер вообще прям бедолага продан очень хорошо фармит находит свой фарм естественно линка инвокера ну так сомнители на самом деле лотос и дальше кирасу все-таки ставит логично самом деле агони можно будет скушать потом не докупить какой-то еще один у нас тут баннер у нас это эгис агтарин все-таки да очередной флоте цепили блокера через там ведь урона не хватило да хорошо ходить густан хороший слип вот я таро оценка не уходит минус 2 сделали дальше бегу за раданом но подметки невероятное количество рано просто залитая бегу дальше за бестон длит мне шикарно просто через стан через все минус 4 у одного суппорта вау великолепно просто на самом деле я таро прям вылетает ушел в тип написал в трон и просто-напросто вылетел ну как вы целый вновь 27000 отличная катка от команды рейдентов с лордар конечно неплохо отстоял изолятор хочет собирать чтобы сломать все быстрее ну что могу сказать по этой катке сладар довольно сильный герой на линию великолепный просто с хорошим уроном и потенциалом рожки потенциалом и по игре он также не выпадает великолепно себя чувствует может влетать в толпу может играть через ауры также не может играть максимально на себя вообще герой классный я оставлю ему лайк коллапс отыграл великолепно против радана и мир и хотя мира на бетике ну просто выпал из этой игры где он был все это всю эту катку я вообще не видел что он хоть что-либо сделал радан конечно хорошо отыграл но команда немножко подвела там у нас инвокер и бист как-то подвы были вообще в середине игры вообще прям в ноль а вот коллапс отыграл на ура просто и на линии отлично отыграл и по карте хорошо двигался и вообще прям катка зашла мне на ура немножко скучновато конечно в одну калитку но в целом норм вот такая сегодня ребята нас игра всем спасибо за просмотр и всем пока